Обвиненный в изнасиловании Георгий Петтик намерен обратиться в СПЧ и потребовать возмещения ущерба, а именно 5 миллионов леев. Так, бывший пограничник заявил, что потребует по одному миллиону всех, кого считает виновным в фабрикации дела против него. Об этом сам Петтик поведал в эфире нового ток-шоу на нашем канале Freedom. Упомянутый в эфире программы Георгий Кавкалюк ранее заявил, что, как и прежде, настаивает на своей невиновности и готов дать показания Великобритании. А бывший министр МВД Александр Жиздан отметил, что не имеет ничего общего с делом Петтика. Петтик будет требовать возмещения морального ущерба в размере 5 миллионов леев. Один у Кавкалюка, другой от Жиздана, у Плохотнюка еще один миллион и у остальных, причастных к фабрикации уголовного дела против меня. Потребуйте в СПЧ у Молдовы 5 миллионов леев. В эфире ток-шоу Freedom, стартовавшего на нашем телеканале в минувший вторник. Бывший сотрудник пограничной полиции, которого в 2018 году обвинили в изнасиловании, выступил с некоторыми неизвестными ранее подробностями расследования. При этом, по версии государственных обвинителей, как сам неоднократно заявлял Петтик, дело против него было сфабриковано. Георгий Петтик в нашем телеэфире рассказал, что так называемая пострадавшая от его действий написала ему письмо и попросила простить ее за ложь. Ее адвокат передал мне письмо от нее. Она просит прощения, говорит, что 9 месяцев сожалела о том, что сделала со мной. К сожалению, у меня нет с собой письма, но она написала, что у нее не было выхода, что ее вынудили так поступить, шантажировали различными методами, в том числе ее личной жизнью. Находясь в заключении, Георгий Петтик был в шаге от самого отчаянного поступка. Мысли о суициде не давали покоя, но две любимые дочери уберегли его от трагичных последствий. Если бы не мои девочки, скорее всего, меня бы здесь не было. Я хотела свести счеты с жизнью, даже планировал взяться за провода в подвале тюрьмы. В начале октября по делу об инсценировке изнасилования, в котором три года назад обвинили Петтика, были задержаны шесть человек. Это экс-замглавы службы внутренней защиты и противодействия коррупции при МВД, а также бывшие офицеры 5-го управления национального инспектора расследований. Также была задержана и женщина, которая в 2018 году обвинила Петтика в сексуальном насилии. Однако в начале ноября она отказалась от своих обвинений. Сотрудники службы информации и безопасности совместно с прокурорами провели несколько обысков. Затем СИБ обнародовал видеозаписи, где женщине предположительно давали указания. Бывшего пограничника задержали в 2018 году. Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы с применением штрафа в размере 30 тысяч лев. В 2019-м апелляционная палата Кишинёва отправила на пересмотр дело Георгия Петтика, освободив его в зале суда. По версии самого Петтика, к фабрикации уголовного дела против него причастны сотрудники бывшего 5-го управления национального инспектора расследований. К слову, управление было расформировано в 2019 году приказом тогдашнего главы МВД Андрея Анастасия.